эволюэйшн однок и рамка с катаром основная задача наша понять как проходит эволюэйшн эволюэйшн на борту джекаба же и с какими сложностями сталкивались и мои коллеги во время эволюэйшн эволюэйшн в аднаке капитан вообще что такое аднак это абу-даби national oil company это государственная компания абу-даби которая работает в объединенных арабских эмиратах у них куча своих полей они владельцы джекабов и они проводят эволюэйшн всех офицеров ну как всех капитана старшего помощника старшего механика из чего состоит эволюэйшн у капитанов перед посадкой на базу новый капитан проходит интервью в офисе интервью в офисе у вас может проводить 12 может быть даже три человека в основном это люди из морской специфики но не факт что они знакомы с джекабами вот воочию но много не слышали капитаны суперинтенданты то есть которые работают в аднаке какие-то представители аднака во время интервью что они хотят они смотрят ваши себе они спрашивают вас про ваш опыт работы они хотят понять чтобы адекватный человек узнать где вы работали с каким типом джекинг системы вы работали и понять какие действия предпринимать через чрезвычайных ситуациях какие у вас были обязанности но чтобы понять с кем они имеют дело какого человека не пускают на свои поля после того как вы проходите интервью обычно вот у меня лично интервью занял 40 минут после интервью меня отправили на фильме разрешен на борт на две недели фамилируется и за эти две недели мне подписали сделать два барчмола что быстрее будет либо барчмолы тогда мне надо будет ждать конца двух недель фамилируется если я приду фамилируется на башню вы еще не сделаны на жаре показать мышца большим во время фамилируется на борту у вас есть две недели для того чтобы ознакомиться со всей бардой это вообще больше чем достаточно вы приехали на бажу вы прочитали барч оперешен меню вы прочитали джекинг систем оперешен гонил меню вы прочитали кран оперешен меню у вас все вопросы вообще отпали вот 99 процентов вопросов у вас отпала потому что каждая бажа она индивидуально у них у всех есть барч оперешен меню это основной документ по которому вообще работает боже там описаны все процент процедуры которые необходимо совершать на данной боже как она работает какие ее критерии параметры и характеристики то есть это все написано в мануале который вы приведете прочитаете но и джекинг систем оперешен меню с ней тоже надо ознакомиться конечно это бизнес старшего механика там тоже должен разбираться вот когда прошло ваш фамилируется период на ходу подходит время большому тут уже в зависимости как часто боже улицы я знаю что на данный момент в одноке назначали четыре большого капитана и хочу сказать что самый быстрый из моих знакомых которые вот после четырех большевых назначенных ему сдал это было три месяца то есть люди сдают однако пруф получают и влече на накише получите в районе трех месяцев у меня это заняло шесть недель но эти шесть недель оплачиваем вы сидите вам платят зарплату по большому счету вы пассажир и во время большого вам надо маневрировать во время большого на борту либо который делает ассессмент вашим маневром и вот тут у вас такой момент знаете когда уже потренироваться не получится то есть вам нужно стать и поехать и если всю теорию вы можете изучить практику маневрирования тоже у вас должна быть но опять же я хочу сказать что у меня есть знакомый который работает капитаном на балкере шел работать и нормально работает лично я работал капитаном на хтс у меня была хорошая практика маневрирования на хтс и у меня вообще не возникло никаких вопросов ахтс у меня был себе пишный джекапа зимутальный и я стал и поехал в первый раз без всяких проблем и за два большого получил своего лишь до письма